Моя Родина в Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь Как невеста, так и ягодыка Моя Родина в Сибири необъятна Учебные фотографии, все, я пока отсюда ухожу На сегодня ухожу Остаются две темы С какой начнем? Давайте начнем с То, что требует особого внимания Итак, я высылаю семена Семечки, косточки, еще не закончил Вот, еще надеюсь, что кто-то их приобретет в эти дни И даже, может быть, осенью и посадит Советую две корзины с яйцами То есть половину посадить под зиму А половину весной после стрификации Тут проще, но то стрификация надежнее Получается лучше и так, и так Не заморачиваться Достаточно семян заказать, чтобы Хватило и на осень посадки, и на весенние посадки Итак, длинная нудная тема Посадка семян, поехали Вот, смотрите, я буду пропускать посадку саженцев Знаете почему? Это ведь не просто посадка саженцев Это вас учат Поняли? Вас учат, как угробить дерево Поэтому я обязан Так как вы можете Угробить саженцы Железовых Естественно Если вот так-то они умрут И сразу Яблони держатся Несколько лет Но тем не менее Они умрут Я обязан Это мой долг Защитить хотя бы Тех, кто меня слышит И кто заказал саженцы У Сергея Итак, поехали Вот Ну вот Косочки Эти косочки Абрикосовые Были посажены Впереди длинная нудная лекция Но я надеюсь еще Что когда-то Практически Эти материалы Отчитайте В готовом виде Должны Попасть в руки студентов Студенты Которые выйдут С института Университета Академии И не видя Они моих фотографий Моих лекций Моих объяснений Вот Никогда Не смогут Вырастить сад Не смогут Большинство учителей Я заметил Я даже докажу 95% Ничего не смысл А многие Хватятся Своими дипломами К сожалению Итак Вы видите Что Вы должны знать Следующее Эти Эти Самые Эти Эти Косточки Были закопаны Полностью И теперь Вы видите Левая Только вылезает А правая Вылезает Вот просто Какое-то чудо Она была Под землей Потом Она Впитывается Впивается В землю Вот этот самый Хвостик Это Корешок И вот Когда Корешок Уходит туда Неимоверная Сила Вытаскивает Из глубины Если Как Нас Учат Помните Там Сотрудница Московского Этого Самого Сада Как Как Огромный Сад Когда Огромный Сад Ботанический Сад Вот Сотрудница Которая Вступила В спор Со мной И Она Мне Не доказала Ей Не доказал Но Доказываю Вам Если бы Она была Закопана По ее Учению На 5 Сантиметров Вы бы Никогда Не увидели Это Самое Косточки Она Посталась Там На глубине И Семя Доли Остались На глубине Почему Они Вот И Тогда Получается Следующее Закопка Была У меня Это Моя Фотография Личная Символическая Я Кстати Могу Отчитаться За каждую Из тысяч Фотографий Там В той Папке Наводишь Мышку Даже Нажимать Не надо И Все Характеристика Съемок Время Характеристика Фотоаппарата Все Налицо То есть Доказывать 100% Уверенности И Тогда Получается Что Это Я Сфотографировал Поймал момент Полу Выкопалось Вот Что будет Дальше Давай Посмотрим Она Начинает Вылезать С таким Расчетом Что Эти Семидоли Две Половинки Они Окажутся На свободе Это Основа Основ Здорового Дерева А почему Не знают Об этом Люди Которые Не только Это У них Звание У них Должность У них Изданные Книги И вот Про ту даму Что я говорил Не называя ее Даже Не намекая Кто она Вот Я помню Прекрасно Царство Небесного Юрий Алексеевич Лоденков Я у него В гостях Как бы Ночевал у него Вот Идет Значит Этот самый Слет Серебенский Я главный Который Самый главный Который Из Из 18 часов Восемь часов Провел на Трибуне Вот И вот Константин Посмотри Открывает Книгу А там Про эти Закопку И фамилия А остальное Было потом Разборки Были с ней И заочные Через Журнал Про небезызвестного Садовода Много было Но главное Мне обида Осталась в том Что я не смог Я убедить А как я убедишь У нее уже в книге Напечатано Что 4-5 сантиметров Теперь я делаю Стоять до конца Но ведь За этим Гибель Тысяч 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 Будущих Дея Представляете А доказательства Будем доказывать Дальше Вот Смотрите Я листаю подряд Вот это Персик Вот они Две половинки Вот он Вылез целиком Где семя доля Вот она Перед вами Лежит такая Кругленькая Бусечка Значит Корень ушел вниз Расточек Вверх Вот И Одной из глупостей Которую нам Навязала Это Якобы Специалисты И вот Мы С Илья Александровна Савельевич Вдвоем Издевались Над Эгэ Знаете Росток Или Косточка И Там Еще Третий Вариант Вот А я Каждый Раз Смотрю На Фотографию Мне Крышу Сносит А я Сейчас Не знаю Потому Что Она Микроскопическая Но Это Значит Что Она Не Это Но Вы Сейчас Все Поймете Сами Так Следующая Фотография Это Уже Присланная Я Смотрю На Нем Здорово Гряда По Железу Схожесть Прекрасная Мульчирование Вроде бы Хорошо Под Этой Мульчей Не Так Земля Просыхает А Значит Это Хорошо Но С Сам Момент Когда Ну Вот Прошел Доль Да Она Наоборот Да Не Просыхает Да Дерево Напьется Но У него Слава Не Штамп Это Может Гнить И Она Начинает Гнить Сразу С Первого Только Замульчировали А Доконательство Впереди Вот Еще Это Следующая Гряда Какая Судьба Ну Не Знаю Я Все Пошло Дальше Должно Быть Великолепно И Потом Проблемы Приезжать Так же Вот Ну Человек Все Сделал Пожалуй Кроме Этой Я Даже Не Против Этой Самой Мульчи Но Здесь Должно Быть Полное Стопроцентное Проветривание Вот Здесь Все Ветки Вот А у Него Чуть И Не Ложбинка Дальше Идем Вот Это Замечательная Фотография Тоже Прислали Тоже Персик И Замечательная Фотография Здесь Здесь Почти Все Хорошо Семидоли Снаружи Но Если Придираться Еще Это Все Таки Вот Это Основание Штамба Хоть Два Миллиметра Но Оно Все Таки Будет Не Дай Бог Подземляй Вот Здесь Еще Глубже Видите Вот Основание Штамба Все Таки Оказалось Вот Уже Ростов Пошел А Семидоли Не Полностью Вылезла Из земли Заметьте Не Полностью Уже Значит Что в таких Случах Вот Тут Тадама Молодец Помните Я ее фразу Мы С вами Пару Раз Разбирали Нашу Переписку Наш Спор Ну И вот Она Мне Пишет Вспоминаю Ну Если Бояться Заметьте Не Просто Надо Нет А Вот Если Бояться Пусть Немножко Пальчиками Разгребут Хороший Совет Но Уберите Слово Если Бояться А Скажите Увидя Вот Такую Картину Что Основание Штамба Чуть Чуть Назаглублено Не Если Бояться А Обязательно Разгребите Теперь Вы поняли Почему Надо Эти Тонкости Знать Потому Что Дерево Я говорю Сколько Я их Видел Сухой Климат У нас Прекрасный Климат Малоснежье Но У нас Смотри На Плодоносе Дерево Год Два Три Человек Стоит Слезы Льет Еще Вчера Было Все В плодах Осень А весна Она Мертвая Ну И Начинаешь Раскапывать Мордой Вот Мордой Вот Игра Вот Так Вот Поняли Вот Не Если Боишься Разгребать Обязательно Разгреби Немножечко Аккуратненько А почему Где Граница Здесь Не видно Границы Между Штамбом И Корнями Найдем Для этого Мой Вникальный Хоть бы Студент Сюда Вот Примерно Такая же Картина Ну Глаз Радует Эти Тоже Обратите Внимание Тоже Пожеледов Тоже Гряды Вот Ну Густая Посадка Это Понятно Потом Приезжать Будет Расстояние Между ними Достаточно Велико Можем Будет Аккуратно Выкопать Годовалы Ну Что Мы Видим Человек Песок Он так быстро Высыхает Значит Понимать Тоже Чаще И вот Какие результаты Я не знаю Этой фотографии Много Вот Это Кажется Моего Друга Иван Федоровича Кирилина Кажется Что-то В голове Верзется Вот А он Не просто Прислал Мне В фотографии Это Котовое Наглядное Пособие Кажется Персик Не Сто Процент Верзется И память Подводит Вот А персик Имеет Стяжневой Корень Еще Не успел Вылезти Смотрите Он еще Еще Нету Штамбика Нету Ничего Корень Так Какой И это Очень Важный Момент Потому Что Я Каждый раз Говорю Совершается Страшная Ошибка Страшная Когда Человек Мне уже Я сделала Как Было Сказано Ну Как Сказано Прочитала Посмотрела Фильм И сделала Что Берет Годовалый Персик Выкапывает Отрезает Центральный Корень И Садит Теперь Нормально Вот так И написано Как надо Делать И вот Тот Те Который Ее Научил А таких Учителей Сотни Тысяч Они друг У друга Переписывают Вот И вот Результат Нет Центрального Корня А именно Он Должен Качать Крону Незамерзающий Раствор Да Персик Слабее По морозу Абрикосов Слива Да Разве Можно Центральный Корень Обрязать У него Максимальный Шанс Если Он На месте Вырос У меня Вон Тысяча Костиков Лежит На месте Вырос Кстати Я так Удивился Да Вот Врач У меня Тысячу Раскупили До Нового Года Пришел Этот год Та же Тысяча Лежит Что случилось Друзья Ведь это же не просто Персик Персик Посаженный Из косточки Ничем Не уступает Привитому По одной Причине Привили Персик На слева Уже Корни Не те Привили Априкос Но ведь Все таки Этот Самый Агитативный Гибрид Или Цельное Дерево Цельное Нету Шва Этого Хирургического Не срочный В двух Половинок А цельное Он имеет Свои Преимущества У меня до сих пор Живы эти Четыре Саженца Пусть их четыре Двадцать Саженцев Сельца Мне привез Мой друг Киким Алексей Александрович С этого С Минусинской Я так назвал Минусинской Уже у него Погибли Вот уже Последние Четыре Но они живы До сих пор До сих пор Почему Потому что Я их ни разу Не Не пересаживал Вот растут Себе растут Пусть четыре Последние Но фотографию Есть Они Фотографию Тут же Вот в этой Колоде Только мне Сейчас не до них Итак Поняли Берем корточку Садим И мы На третий Год имеем Плоды Укрывать Надо Не надо А мы Еще не все Я вам рассказал Вот Еще не все Рассказал Видите Как я готовлю Вам Видите Что я делаю Четыре кола Пока Для тех Для северных районов Кто Решился Или решится У меня Заказать И за счет Растить Из этого Ну что здесь Сложного Когда четыре кола Вбил Так Все это Накрыл Цельным Куском Ткани Даже Любой Ткани Ну лучше Конечно Не тканный Материал Лучше Не это Не органика Ну и у меня Я не стал Выбирать Тратить Деньги Ну еще У меня рулон Стеклоткани 20 лет Лежит Без дела Я его порезал И укрою Вот Потом пойдет Снег Все это Засыпет Главное Выпрывать Не будет Никак не получится Под стеклотканью И под Сверху стеклоткани Снег Вот здесь Пространство Пустое Сюда Жменьку Отравленного Зерна И все И вы С першиками Ну На следующий год Он будет Стараться Верх Остеговое Угнуть Верховое Угнуть И так далее Это для тех Десерных районов Кто Южнее меня Будьте Добры Даже Не заморачивайтесь Вот Даже Не заморачивайтесь У вас Просто Получится Вот такое Вот чудо Сейчас Вот такое Вот чудо И так Все зависит От этого корня Вот Как Отучить Этих Учителей Опять Абра-кадабра Отучить Учителей Отучить Учителей Учить Вот Отучить Учителей Учить Чтобы Вот этой Дуй Внимайность Идем Дальше Вот Это Вот А ну-ка Не пропустил Я Нет Вот Это Фотография Особая Это Направление Немножко Декоративное Я Просто Делюсь Своим Опытом Я Попытался Что Сделать Ну Нашел Статью Интернета Не было Зато Была Энциклопедия И Еще Пару Этих Пару Пару Каких-то Книг Я Легко Довольно Нашел Голубой Ели Читаю Ё Моё Ель-то Вырастет Целая Проблема Как она Не вылюбит Сходить И дальше Целая Инструкция Я теперь-то знаю Откуда Это все берется Ведь если бы Человек На нескольких Страницах Не расписал А у него Книга В этом Случае Статья У другого В другом Случае Вот Сейчас Интернет Это само Собой Наберите Голубая Технология И вы такого Прочтете И везде Человек Старается Так Рассказать Чтобы у него Было побольше Страниц И соответственно Гонорар И вот я Молодой Непредубежденный Передо мной Три гигантских Голубых ели Необыкновенной красоты Кто знает Майну Кто знает Участок Поселок Кто знает Участок Сошникова Царство Небесное Когда-то Знаменитый был Озеленел город Вот они Ковром Лежат Никому не нужно Вот такие вот Шишки Мощные Набрал Значит Дождался Это технология Я обязался С ними делать Я просто Положил Тепло Они начали Высыпаться Раскрывается Высыпается Я собрал Все что Высыпалось Вот Набрал Этих Самых Это Знаете Что Это Обрезки Этих Самых Долго Копил Молоко Раз Выпил Отрезал Выпил Отрезал Молочные пакеты Обрезки И тогда Читаю В одном случае Покупайте Самую жирную землю Чувствуйте Чем пахнет Расходами Значит И тогда Только в ней садить В другом случае Была еще сложная технология Там надо было Торфу Жирной земли Такой земли Такой сложный состав Иначе не взойдут Вот А я Не стал Заборачиваться Когда мне этим Заниматься Ерундой Я просто взял И посадил Свою супесь То есть Почти песок Посадил И даже Не удивился Что они Взяли и зашли Да так Кусем зашли У меня была Две головные боли Первая Никто не покупает Яблони Груши Сливые абрикосы Персики В лед Сливые мои А эти Стоят Никому не надо Я начал Раздавать Выбрасывать Так я все Раздал Не заработал Ни копейки Сейчас Сремена Другие Сейчас Убедятся Что нужно Купить Высотой 3-5 метров Что вам Специальным Этим Краном Выкопают Вот с таким Кованой Земли Посадите И будете Счастливы Это Да Ну вот это Вот Мне пришел Такому мнению Что Захотите иметь Голубую ель Можно найти Захотите иметь Ну если не выписывают Там обманут Большая часть Голубых ели Вырастает зелеными Я тогда этого не знал Кажется Три четверти Или Две трети Вырастают Зелеными А голубые Среди них Даже с голубой елей Для этого Голубая ель Вот сколько Я вам наговорил Вот И Я считаю Даже голубая ель На дачном участке Нужна Если только там Гектар или два Но многие Жалуются У меня 7 соток Надо дом построить Ну куда мне Вашу сотню Косточек Берите сотню Ну дойдет 10 Уже в сад А вдруг Сто взойдет Господи Ребята Когда человек говорит А вдруг У меня Сто взойдет Он этого боится Вы понимаете Человек боится Что у него Зайдет 100 штук И он не будет Знать Что с ними делать Вы уже смеетесь Весь со мной А Он тоже бы подумал Немножко Что у него Взошло 100 абрикос В руку Вот Он бы подумал Немножко И сказал бы Взять Убра Все Дальше поехали Так Видите как я умею Разговаривать Это Значит Выросло в горшках Человек Растит в горшках Он такой же умница Как Это Как я и рассчитывал Я в этом случае Прямо сейчас Еще раз Тот самый случай У меня таких Много Кто-то у нас Слышал Может быть Года 2-3 назад Я Говорил Когда я рассказывал Большая часть На продажу В горшках Поступают Свеженькие горшки То есть Садят в горшок Втыкают в горшок И сразу на продажу Вот Если вы увидели Тот ролик Огромная гора Этих самых Горшков И огромная гора Саженцев Сухими корнями И человек 10 Людей Нерусской 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 национальности Как они Бешено Работали Втыкают 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 Но уже Когда Темирязевцы Взялись Втыкать И на это Продажные саженцы И это Мы их учили Темирязевской Академии Вот И тогда Значит Я Возмущенный Вот Тогда Впервые Я сказал Кто меня Видит Кто меня Слышит Пожалуйста Приходите на рынок Вот видно Что эти выросли в горшках Почему я эту фотографию выбрал Из тысяч Да потому что Видно Что они Расли в горшках Согласно Нет Никто их не маскировал И вот Та самая Фраза Женщины От женщины Заметьте Вот Я послушалась Вас Валерий Валерий Костянович Пришла на рынок Начала дергать Вот Они начали Выдергиваться Продавцы Мне чуть Морду Не набили Так и написала Продавцы Мне чуть Морду Не набили А смешного Мало Друзья Представляете Воры Лепмана А потом Человек В горшке Привезет Из горшка Будет доставать Она Высыпется Земля Посадит Про обрезку Ничего не знает Все это Сдохнет Так что Дергайте Если не боитесь Что морду Набьют Вот еще Один совет Так Ну Удачливая Моя ученица Вот Вот здесь Вот Как вам сказать Начинаются Такие Будет Такие фотографии Много Присылают Они Вот Одна Нормальная Получилась И то Вот Когда этот Абрикос Вырастет Лучше бы он рос Не здесь А на улице Лучше бы Вот И тогда Осенью Полностью Эти же самые Корни Захватили бы Всю землю Они бы Пронизали Так что Это стал бы Такой Неразбиваемый Ком И тогда Можно будет Разрезать Тогда Вот это Достаточно Ну Человек На горшке Сэкономил Они все-таки Дорогие Эти горшки Он вроде Правильно Сделал Это Трех Или Пятилитровое Это Из-под Пива Из-под Воды И вот Тогда Он Разрежет И посадит А вот С этими Плохо Будет Понимаете Это Не перспективно Уж Посадили бы Сразу На Постоянное Место Вот Такие Фотографии Я уже Показывал Еще Покажу Вот Эти Почти Бесплатные Почти Бесплатные Горшочки Неудачное Решение Ну Вот Это Вот Меня Задают Вопрос В том Селе И Я Уже Два Вебинара Забываю Сказать Еще Раз Получили От меня Коточки Просады Я всегда Говорю Стеклянные Баночки Маленькие Под Майонез Еще Меньше Бывает Вот И С крышечками Сухими Положил Закрыл Крышечку И Ждешь И Позднее Осеннее Посадки Или Сортификации Ну Тек Применил Свой Прием Присылает Мне Виру Что Да Вишня Жуковская Зелезова Все 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 Вот Короче Получается Что Это Как бы Отчет Передо мной Хранит В контейнерах Тоже Неплохо Вот Вот Эта фотография Особая Но Дело в том Что Имеет ли она Отношение К посадке Семян Я считаю Имею То есть Сегодняшняя Эта тема Или когда Будем говорить Про посадку Боже мой Это Крайний Случай Мне Таких Фотографий Дважды Присылали Вот И Я Таких Случая Говорю Дерево Кричит Караул Дерево Лопнуло Разорвалось Из-за Того Что Оно Задыхалось Поняли Это Вам И вот Результат Человек Присылает Мне Эту Подрегу Что Мне Делать Научил Его И Заодно У меня Другой Человек Когда Нибудь Дойдем Он Взял Жестко Жестко Не Эту Подрегу Такой Случай Все Так же Как Тут Но Он Жестко Взял Крепчайшей Бичок Стянул Вот Так Вот Так А Подрег Такая Есть И У него Сажен Слышал Вот А почему Я Показываю Это Здесь Когда Вы Говорим О Посадке Саженса Посадить Его Можно Сразу На Постоянное Место Сразу Так Из Косточки И все Таки Умудриться Уничтожить Поэтому Я Отнес Его Не К посадке Деревого А Посадке Саженса К Эту Теме Вот Это Важнейшая Фотография Дело В том Что Я Ее Комментировал За свою Жизнь Раза Два Но Давно У меня Проходит Пять лет Все Забыто Она Очень Полезна Знаете Почему Из-за Той Тени Которую Она Дает Вот Этот Человек Дает Тень Она Получилась Благодаря Этой Тени Очень Очень Доходчивая И Очень Даже Полезная Давайте Рассуждать Так Сейчас Вы Понимаете Почему Я Так Рассуждаю Потому Что Мы Сейчас У меня Приготовлено Еще Одно Прямо Из Моего Учебника Ой По Фрейду Я свою Книгу Никогда Учебниками Назвал Но Фактически Это Учебник Давайте Вначале Так Смотрим Пробуем Разбираться Если Мы Разоберемся Попробуем Угадать Правильно Он Взял Участок Он Смотрит На Свой Участок Вот Да Наполни Зарош Но Еще Можно Спросить Есть Поляна Есть Значит Давайте Посмотрим Удачный Или Нет Итак Тень Смотрит Влево Так Нет Ну Еще Это Деревь Тень Все Идет Влево Представим Себе Что Сейчас Раннее Утро Днем Такой Длинной Тени Не Бывает Значит Это Или Раннее Утро Или Это После Обеда Бывает То есть Или Это Восток Или Это Запад Давайте Смотреть Если Это Значит Утро Ура Знаете Почему Солнце Начнет Идти По Небосводу Ну Не по центру У нас Все таки Не Африка И не Самый Не Где Она Идет По центру Вот Не Экватор А Полукругом И вот Она Идет Идет И Когда Она Если Это Восток Еще раз Если Справа От него Восток То Через Полдня Теперь Тень Будет Наоборот Туда И Угол Наклона Прибавится К углу Наклона Солнца И Он Как бы Переедет Километров На Пригоняете Нет Если Мы Этого Не знаем Но У нас Два Варианта Судя По тени Четкий Вариант Или Утро Или Вечер Допустим Утро Допустим Восток Повезло Солнце Переместится Туда И будет Дополнительно Греть Допустим Это Вечер Тогда Получается Утром Так Солнце Было Там Справа И Скользит Днем После обеда Запада И будет Скользить Теперь Вы скажете Ну Наговорил Мы наоборот Ничего не поняли У меня Свежий Есть Комментарий Я ничего не поняла Это бывает Не часто Но бывает Итак Что мы с вами Делаем Мы с вами Идем Сюда Вот Мы теперь Ищем Особую Фотографию Ну Пусть Она Не подряд Идут У меня Не подряд Не подряд Не подряд Боже Сколько У меня Этого Добра Итак Мы Ее Сейчас Найдем Память Специально Я ее Ставлю А вот Вот И так Эта Фотография Сделана Прямо Из этого Из моей Книги Смотрим Вот он Холм Да Он не обязательно Может быть Огромный Там Такие Это Там 300 500 Вверх Нет Он может быть 5 метров Холм Может быть 50 метров Главное Нас интересует Что Если Здесь 30 градусов Хлон Солнце Может бить Вот Красная Стрелка Или Так Заметьте 50 Плюс 30 80 На экваторе 90 Вы почувствовали Как этот Чек Который Посадит Тут Вот До середины От нуля Левой стороны До середины Он окажется Где Он окажется Не на экваторе Но Город С ней Согласны Естественно Мы берем Крайний случай Когда Самое солнце Солнцепек Это От этого От Самого От середины Дня И вторая Четверть От середины То есть Запад Запад Вот это Вот и есть Запад И теперь Смотрим Вторая Вот она Красная Стрелка И что Мы видим Солнце Бьет сюда А как Тут тепло Держаться Наоборот Все слизывает Сглаживает Пятьдесят Тут плюс Тридцать Пятьдесят Минус Тридцать Двадцать Бррр Вы в Северной Несейске Поняли Вы в Северной Несейске Если тут Посадить Значит Мы используем Холмы Не только Метровые Полуметровые Но мы должны Использовать Все складки Местности Вот С этим Становится Понятно Смотрите Где солнце Утром Как Вот на той Самой На той Фотографии Где солнце Вечером И прикидывайте Вот И Если будет Достаточно Это Для северных Краев Ну Назовем это Северная Россия Теперь возьмем Южную Россию Там все Гораздо Хитрее Вы знаете От заморозков Никто не миновал И здесь Будут Заморозки Где казалось бы Ой тепло Тепло И здесь Убьют Заморозки И вот В этом На склоне Тоже могут Убить Заморозки Именно Там Я учу Все не так У меня Списали фотографии Где вот Не так Холм Нарисован А И сфотографирован А вот Так Смотрите И вот Тут Садится И вот Тут Садится Южный Склон Минуют Заморозки А Северный Погиб Цветы Погибли А в другой Год О чудо Южный Склон Погибли А северный Хоть бы Хмин Вот Ну А там Уже Другое Но это Все Надо Проходить 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 Пока Говорю По принципу Что вижу О том Пою Ладно Возвращаемся Где мы были А были мы А были мы А были мы Вот здесь вот Вот здесь вот Мы были Итак Надеюсь Вы поняли По этой тени Мы так и не знаем Запад Где у него Запад Где у него Восток Но зато Мы знаем Что если он Действительно Это утро было Значит Ему повезло Склон Ему нужен Вот Так Как Так Какой Мы вам сейчас Показывали На схеме Все Проехали Лучше Объяснять Не умею Не умею Все Так Сейчас Мы с вами Вот так Делаем Ага Значит Я Когда мне Писали фотографию Я уже не помню Что Для чего Ну От зайцев Да Спасли Но там Еще и спасать Нечего И царм Не вижу Вот От мышей Нет Не спасли Это наоборот Коттедж для мышей Как бы Как бы Отдельно У суреек Не замерзает И у мандюрцев Не замерзает И у китая Не замерзает Вот А я старался Сколько Я развел Мышей Ой Я Похватился Только тогда Когда уже Была Фактически Зима Зачем Я взял Лопету И начал Ворошить Поправлять Мать честная Там выводки Там выводки Мышей Выводки Это я им Приготовил Жилпосин А когда голодно Они же саженцы И жрут Вот Объяснить Вот это Мне очень сложно Это часть Твоей проблемы Что помните А впереди И покажу В общем Я не сторонник Этого То что вы видите Человек старался Но Ну как то Не так старался Ну еще один Саженец Писали Фотографию Вот Это Ну в общем Вот это Укрытие Потом покажу Фотографию Где она сыграла Свою положительную роль Так А Значит Я противник Вот таких Вот Когда много зерен Суют в один горшок А потом Они же растут А их рассаживать Это же весной Рассаживать опасно Я Может Все не расскажу Сегодня Только Часть Эта проблема Значит Вдруг Однажды Мне попало В руки Она сейчас У меня есть Трагический Погиб Человек Вот И осталась Внятная Ему на память Вот такая Книга Она Не написана Русского Нет Не русского Где Российского Не помню Пересыл Короче Земледельцу Вот Группа Профессоров Создала Специально Царское Правительство Видимо Заплатило Они сделали Книгу Для Российского Земли А я покажу Как Небудь Она У меня есть Это память О погибшем Товарищем Вот Я когда Посмотрел Как телегу Сделать Как Саху Все Там Знаете Что такое Бывает Начало Века Двадцатого Тракторов Только Вот Слушали Про них Не Америка Чай И вот Тогда Значит Там Было Учение Как Запомнить Слово Пикировка Так Пикировка И там Вот так же Было Как здесь Но только Схема Надо Было Дождаться Двух Первых Листиков Это то Что я Запомнил Ну Например В апреле Посудил Майя Первые Листики И дождался Первых Двух Листиков Аккуратненько Может Ложкой Может Ножом Чем Покоряешь Выкопать Корешок И два И первые Два Листики Что надо Сделать Дальше Назвали Пикировка Я это слово Кстати До сих пор В ходу Нет Надо Отрезать Опять Корешок Укоротить Его И посадить Якобы Пойдут Пышные Я предлагаю Не трогать Вообще Но там Такого Даже Не упоминать Что Посадили Семечко И пусть Себя Растет Нет Обязательно Выкопать Вот Потому что Якобы Когда мы Отрезаем Этот корень Центральный На тот Момент Когда саженец Вот такой Он единственный Там еще Несколько Режков Один Отрезаем Появляется Боковое Это то же самое Обрезка Только там Обрезка Штамба Обрезка Обрезка Корня Дерево Растет Вот так И туда Растет И сюда Растет И получается Что если Мы его Отрезем Он дает Пышные Корни Называется Улучшение На мой взгляд Лучше бы Написали Посадил И не трожь Вот это Дерево Никогда Болеть Не будет А там Сами знаете Десятки Болезней Часть Из них Выдумана Часть Из них Вынуждено Дерево Болеет И так Далее И так Вот так Густо Садить Не советую Есть еще Советы При этом При горшочной Посадке Они впереди Вот это Саженец Он у меня Тоже О нем стоит Поговорить Ведь Знаете Человек Не просто Вот ему Делать Было Нечего Он Взял Там Рубляк Или Тележку Где-то Набрал Камней И решил Вот так Он сделать Сказалось бы Зачем Ему Это надо Ну что Я минусы Вижу Там уже Уже В тень Уже Почти Как будто Под землей Но уже Ясно Что там Уже Оставание Штампа Начинает Это Габрикоз Начнет Гнить Теперь Давайте Если уже Надо Ну можно Посадить На холм И так же Обложить Камни Давайте Вспоминать С двух сторон Первое Я люблю Поговорить Я не могу Иначе В душе Я думаю Когда-нибудь Студентам Это все Надо Где-то Поправят Меня Где-то Поймут Где-то В голове Отложатся Итак Два Момента Открываю Я Журнал Это мог Быть Наука Жизнь Вот Наш друг Алексей Алексей Два Статьи Напечатали Как он Укорелял Шелкович Вот Это журнал Авторитетнейший Напечатал Две Стати Я так горжусь Моим Другом Именно Горжусь Я всегда Горжусь Звездями Не завидую Никому Вот И вот Значит То ли это было Другая Жизнь То ли Техника Молодежи То ли То ли То ли То ли Еще есть Пара журналов Я еще Юный Юный Натуралист Выписывал А дальше А еще Природой Человек Какой-то Из этих Журналов Взял И написал Статью Человека С юга А мы Северяне А человек С юга С средней Азии И вот Он говорит А мы Берем И Всю Почву Саду Усцелаем Полностью Без просветов Камнями Я читаю Я не то Что За Против Я же Новичок Я же Чуть ли не Школьник Или студент Уже не помню Причем Студент Металлур Оказывается Место Это довольно Холодное Где Это Ой Кто бы Нашел Статью 60-летней Давности Вот бы Я сейчас Почитал И Короче говоря Оказывается Камни Имеют свойство Днем Нагреваться А ночью Пока остывает Отдавать Тепло Земле То есть Фактически С помощью Нагретых Камней Это место Этот Прествольный Круг Как бы Переезжает Еще южнее Даром Шоссе Еще южнее Вот это Мне Запомнил Вот И А в голове Застревать Такие вещи Я могу Целых Года Несколько лет Не вспомнить Этого события Хоть не помню А такие вещи Никогда Не забываю И вот У меня Причем Я этого Не сделал В своем Саду Чтобы Я не нашел Этих Самых Как Называются Камней Либо таких У нас Добра Полно Вот Чай В Пельголе Живел Но Я этого Делать Не стал Только потому Что Мне Времени Не хватило А тогда Я был Так Ну раз Люди Так делают Это Огромная Работа Это Огромные Площади Этому Можно верить А я Живу В Сибири Я Не сделал Это Только Потому Что Мне Некогда Было Вот Некогда И все Вот Ну И Возвращаемся К этой Фотографии Человек Что-то Слышал Что-то Видел Вот Так И Хотела Привезти Еще один Дон Сейчас Вспомню Я сразу Не сказал Теперь Могу Вспомнить А может Вспомнить Чуть позже Итак Я против Вот этого Уже Хотя Потому Что Славание Штамба Гниет А Я вспомнил Терапия Он Очень Важен Для Меня И Для Нас Всех Итак Я Потом Отдельно Может Фильм Сниму Муравийная Цивилизация По Степени Организованности По Степени Уже Творец 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 Обязательно Расскажут Вот Убил На части Расперил И В таком Духе А там Муравьи Я про них Буду Еще много Говорить Хорошего И вот Почему Я их Вспомнил Вдруг Итак То Чего Гени Нас Признашли Итак Муравейник Весна Значит Или наоборот Точно не помню Осень Холодно В общем Они Все Белые Камушки Затаскивают Муравейник Покрывают Белым Слоем Белым Вот Нет Осенью Черными Камнями И камни Впитывают Тепло Солнечное Вот Сейчас поймете Какую глупость Мы делаем Когда берем Деревья Вот А там Все наоборот А у них Они ошибаться Не могут Значит Просто Замерзнут Они Ихние Дети Ихние Родители И прочее Итак Значит Пока Холода Камни Греют Принимают Тепло И Муравейники Тепло Начинается Дикая Жара Не ленит Каждый Камушек Убирается Уносится И Белая Камень Застилает Муравейник Белыми Теперь Солнечные Лучи Отражаются Вот И так А если Я Убираю Учился Экспериментировал На дальнем плане Стоит Банка А в банке Эти Самые Ну Казалось бы Что в январе В январе Делают Зеленые Побеги Дальнем Банке Я же Экспериментатор Я просто взял Всплывшиеся Сливы Сейчас У меня Еще Есть Очередная Партия Мне Еще Рано Погирать Я должен Сусяны Нет Я взял Их Поместил В сырой песок Осенью И выставил лоджии А время Было Такое Вы знаете Что там Бывает Тепло Даже В средней Зимы То есть Прогревается Лоджия Как Теплица Лоджия Это та же Теплица Степлянная И так У меня 25 января Уже Вовсю Росли Побеги Сливы Дальний план Дальний И не просто А всплывшие То есть Я убедился Что всплывшие Сливы Выбраковывать Нельзя Я сейчас Опять Буду Повторять Этот опыт Покажем Потому что А вдруг Это Случайно А вдруг Это еще В общем С абрикосами Понятно Я когда Всплывали Абрикосы Я их Раскалывал И Что я видел Я видел Что они Внутри Пустые Или гнилые Всплывшие А вот эти Невсплывшие Абрикосы Как получилось Что в середине Зимы Они уже Проснулись Вот видите Внизу Банки Где песок Видите Беленькие Эти Это хвостик Это те же самые Корейские Торчат То есть Это дружные Всходы Как Очень просто Я их сильно Рано Положил На сертификацию Сильно Рано Лежат все В холодильнике Температура В холодильнике Ну хочется Верить Что 2-3 градуса Дальняя стенка Ледяная Бывает Что к ней К этой Ну Дальней стенке Что-то Примерзает А передняя Стенка Попробуйте Возьмите Откройте Этот Самый Вот Дверцу А в дверце Есть ниша Знаете А в нишу Положите Градусик 10 градусов Это да что Получается Чуть Где теплее Станут Они весны Ждать А меня Учили Закладывать На сертификацию Зимой Осенью А потом Я постепенно Срок сокращал 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 И Вы увидите Что У меня Мои сроки Оптимальные Мои личные И они Отличаются От Общепризнанных Назовем Справочных Так Поняли Да Конкретно Абрикос Полтора Два Месяца И можно Высаживать Так Идем Дальше Еще Вот Свету Посмотрим А потом Перейдем В последние Темы Итак Матвирский Абрикос Я тогда Даже Неграмотный Букву Ч пропустил Вот я с ними Начал заниматься В одно и то же время Все косточки Были закопаны Сырой песок И погружены То есть Ящик был Отнесен Погреб Поставлен Приходит Весна Сразу Бах Вот так Выворачиваю И отбираю То есть Перед них И те же условия С одного И того же Дерево Сроки Одинаковые Вот это Спящая косточка А вы знаете Она может В этот год Вообще Не взойти Не может Я потом Сажаю На постоянное Мнение Не на постоянное А уже Сразу С этого ящика Сноцификации Сразу уже Ну пусть Не на постоянное место Ну в школку То есть Густо Сажаю Надеждой Что потом Зайдет Не все Всходят А условия Одинаковые Это означает Что Хорошие условия Для тех Трех Второй Третий Четвертый Для них Хорошие условия А для спящих Или условия Не подошли Или Природа Устроила так Саботы Слава Богу Что они подошли А взойду-ка я На следующий год А взойду-ка я На третий год На пятый год А вот уже Прилетела комета Или взорвался Этот самый Вулкан Небо заволокло Среди лета Идет снег Просто идет снег Потому что Затемного солнца нет Земля Больше не греет Солнце не греет Земля восстужается Минусовая температура Спящая косика Спит Проходит год Два Такие случаи На земле Были Вы знаете об этом Бывали короткие Ледниковые периоды Бывали длинные Потеплело Оттаяла земля Примеряло солнечко И она взяла На третий Пятый Десятый год Проснулась Так нет Вот для Это особая Косточка Теперь возьмем Косточка За номером Два Вот чем Она хороша Вот прям Готова к посадке Можно аккуратно Посадить Так Причем желательно Чтобы котика На бочку Лежало А хвостик Все-таки Вниз Смотрел Вот как хотите Умудритесь Вот И к моему Огромному Сожалению Когда вот так Вот было Одна дама Вот Которой Они переросли Фотографию Присылала Все посадила Хвостом вверх Все Она считала Это есть росток Теперь вы поняли Зачем вы мне нужны И зачем я вам нужна Она Загубила Посадив Вот этими Хвостами Вверх Вот так Было Вот так Я ничего не Привеличил Ну Теперь возьмем Это Уже видно Хвостик Есть И Росточек Есть Тогда Можно умудриться Посадить Так По возможности Что хвостик Смотрел Вниз Желательно А росточек Вверх Как умудрить Ведь они же Знаете Как бы Посажены Были в это Они же не то что Ровненькие Мередочки Нет Это все Повалку было Когда я Тысячу костик Беру Слой Трор Насыпал Слой песка Трор Насыпал Вот так вот Такой вот ящик А в нем Тысяча костик Вот они Растик То, что Гораст И наконец Последние Переросшие Негодные Посадки Что мы здесь Видим Особенно мы Видим На второй Тресетой Вот она Корневая шейка Где Темненькая Граница Со светлением Вот она Где корневая шейка Вот И вот она Где корневая шейка Последняя Да Вот Самый последний Очень сложно Очень сложно Но можно пробовать Я пробовал Далеко не все Сходят Но даже Вот такую У которой Отскочили Эти Скорлупки Можно посадить Так Я устал Мне нужен Трехминутный Перев Схожу на кухню Вот Про посадку Мы будем говорить Следующий раз Через неделю К тому времени К вам на подходе Будут посылки И вам Мой опыт Пригодится Я надеюсь Этот час Прошел в игре Хоть медленно Хоть нудно Вот Но обстоятельно Вот Причем Был момент В отчаянии Давайте С просматрами Мало Ютуб Подвел Давайте Прекращать Вебинары Что вы мне написали Вспоминайте Вот Ни в коем случае Вот Только не ругали Но просили Поделю Кипятку До 3 минуты Я устал Устал Потому что За час До вебинара Только приехал Прекрасно 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 Прекрасно